я разок с одним очень возвышенным человеком обходил святое место там в индии там очень много павлина и этот у павлинов есть на голове перья они очень особенные они такие маленькие такие и именно такой перо с головы павлина господь носит своей голове не с хвоста по ним и ну мой наставник он раз буквально за пять минут увидел на тропинке поднял этот перо головы павлина к начал рассматривать так начал думать о боге я так подумал хочу во время вот это вот паломничество вокруг этого святого места найти перо с головы павлина я так подумал и пока я шел я увидел много павлинов я столько в жизни видел павлин я в этом месте много раз хожу я столько павлинов увидел несколько перьев с головы павлинов дошел и когда мы закончили это паломничество я рассказал об этом наставнику посмотрел на меня говорит ты увидел пелье с головы павлина а я увидел что-то другое все зависит от того что ты просишь у бога что ты хочешь хочешь перед павлинов получишь перед павлинов хочешь хочешь отношения с богом получат даже не сбор часто при встрече с господом мы не того хотим в этом проблеме поэтому не надо никогда просить о том чтобы бог помог с дочерью надо это просить нужно прославлять бога есть четыре степени силы молитвы понимаете можно в четыре раза быстрее по молитве двигаться можно в 4 раза медленнее все зависит от того ты все равно получишь свой результат бог всегда дает человеку то что он хочет никогда не отказывает можно в четыре раза медленнее двигаться можно в четыре раза быстрее первая стадия молитвы человек постоянно молится богу и думает только о том кому он хочет помочь результат очень медленный можно гадать молиться и толку почти никакого нет вторая степень молитвы человек уже понимает что он сам не не может отвлечься от мысли от близком человеке он начинает или молиться вместе с теми кто молится рядом не в одиночку или включает вот очень вдохновляющую молитву такую где вот звучит это вот это вот духовная сила побеждающую судьбу и он старается изо всех сил старается отвлечься от того ком молится и и старается прославлять бога изо всех сил думать о боге прославлять его за всех сил старается просто изо всех сил но иногда он думает о боге а иногда свои проблемы это вторая скорость понимаете вот первая скорость я вам рассказал вторая скорость молитвы быстрее побеждает судьба третья скорость это когда человек только думает о тех кто молится прославляет их и в начале молитвы и в конце говорит о том что ему нужно в конце смотрит насколько в сердце стало меньше страданий по поводу объекта вот своего на этой третьей скорости так быстро меняется судьба вы просто не представляете потому что человек свое сердце доверяет богу почему мы возвращаемся назад почему мы смотрим почему мы смотрим и спрашиваем бога вот и все-таки ему это дело что для него это делать почему потому что мы не совсем доверяю богу völlig покажется доверяем но не совсем мы проверяем иметь ну когда мы проверяем бог уходит оттуда сердце бог может там находиться и менять судьбу только когда ему никто не мешает своими мыслями Или Бог там находит в сердце, или наши мысли. Одно из двух. Если мы забыли о своей проблеме, думаем о Боге, то Бог спокойно заходит в сердце, потому что Он всегда на низком старте. Он всегда туда заходит, мы не мешаем, не даем ему. И если мы думаем, славим Бога, думаем только о Нем. Он постоянно занимается проблемой, решает, очищает сердце от проблем. Очень быстрый результат. Третья скорость. Четвертая скорость не для человека, для святого человека, не для простого человека. Четвертая скорость означает, человек так сильно любит Бога и так сильно верит в Его могущество, что Он ему говорит, Господи, мне не надо ничего очищать вообще, пускай все будет как будет. посылай мне больше трудностей, наоборот, чтобы я постоянно думал о тебе. Потому что я заметил, что если трудности есть, я о тебе очень сильно, концентрированно думаю. А если трудностей нет, я что-то о тебе забываю. Почему это не для обычных людей молитва? Потому что Господь может послать трудности. Я точно как бы так пробовал молиться и точно на полтора года выпал в осад. Господь как бы послал. Хочешь трудности, пожалуйста. Вот. Он послал, как бы нормально, мне хватило. Я больше так не молюсь уже. А? Я говорю просто есть. Но вот эта скорость, она самая быстрая, четвертая. Хоть и Господь посылает трудности в это время, но сердце очищается с такой скоростью, что человек просто светлеет очень быстро. Понимаете? Но при этом Господь ему посылает очень жуткие, сильные испытания. И Господь посылает испытания непростым людям. Ну, иногда таким дурачкам, как я, чтоб не молились, как бы, молились как надо. А иногда он посылает святым людям, которых нет грехов в сердце вообще. Он посылает испытания для углубления их памяти о себе, для отношений.